всех то сейчас все тайна раскроется сегодня все тайны все тайна станет явным вы готовы отлично все и мы в эфире на трех платформах facebook telegram и youtube да значит все смотрят где кому удобно подписывается на все три платформы делятся уроками с со своим окружением делимся божественным светом делимся божественным светом и продолжаем изучать тему максим перенчук шалом азиз эстер евгений потерто все шаву а то хорошая неделя начинается новая неделя что кофе youtube все время он отключается да хорошо друзья значит мы продолжаем изучать книгу книгу сад благодарности равшал маруша и мы дошли уже до середины обычно мало кто доходит до середины книг интересно что большинство людей большинство людей они не дочитывают книгу больше чем первая глава открывает и бросает проводили исследование что 90 процентов людей которые покупают книги их не дочитывая представляете 90 процентов а мы с вами молодцы дошли уже до середины до середины пути и начали узнавать самые важные вещи значит начали мы с того что все проблемы от от того что человек ноет впустую до пьядхинам ноет но и недоволен и так далее то есть логично если ты недоволен всевышним всевышний он не будете доказывать что тебе делает добро он тебе скажет но слушай не хочешь значит видеть хорошее значит не будете хорошего это мы с этого начали потом мы начали что нужно благодарить благодарить за все благодарили благодарили теперь дальше благодарить за хорошее уже эта жизнь улучшается максимально когда только ты начинаешь акцентированно благодарить за все что тебе нравится уже жизнь улучшается потом нам делает 2 шакра в шаламаруш он говорит атере а если тебе что-то не нравится что делать и надо просить всевышнего исправить надо благодарить за плохое сказать я понимаю что что видно я что-то не то делал и благодарить за плохое и потом уже просить за хоро за то чтобы тебе что-то восполнили дальше у нас повел по этому пути и говорит смотрите если ты принимаешь страдания с любовью то тогда ты тебе достаточно для того чтобы искупить свои грехи соотношение один к пяти тысячам чем если ты не принимаешь с любовью поэтому конечно твой выбор ты можешь сопротивляться и значит как бы быть еще недовольным гневаться на страдания еще сильнее гневаться еще сильнее сопротивляться только ты увеличиваешь 5000 раз это как в египте когда лягушка вылезала из нила и убили она рассыпалась еще на 100 лягушек и убили она рассыпалась еще на 100 лягушек то же самое страдание если ты со страданиями начинаешь воевать то тогда они распадаются на еще больше кричится страдает дальше мы пришли к тому что пойми хорошенько это еще раз прочту это конец был того урока еще раз прочту пойми хорошенько и помни это заруби себе на носу если ты не будешь принимать с любовью мелкие неприятности тебе придется страдать во много раз может быть в 5000 раз больше избави господь поэтому следует поэтому следует хорошо изучить эту главу научиться принимать мелкие ежедневные нерядицы с любовью верой и тогда тебя ждет рай в этой жизни в грядущей жизни если посмотреть на вещи правильно ты увидишь как легко принять мелкие страдания это прекрасно что благодаря таким страданиям можно удостоиться мира грядущего обрести тору и он наследовать землю израиля вот это то на чем мы остановились вчера не вчера в пятницу теперь дальше сегодня он продолжает эту идею и говорит следующая глава называется вера на дорогах он говорит как раз мы изучались мы занимались изучением этих принципов ехали в машине и тут значит машина которая стояла на обочине резко выезжают поперек нам и мы чудом избежали столкновение чудом просто просто это было вообще теперь он говорит такую вещь если бы мы были если мы не верили в частное предопределение если мы не верили что это всевышний сделал да то тогда как бы мы реагировали мы бы начали бы кричать что это такое потеряли бы самообладание огневались но что говорит человек веры в такой ситуации он говорит так так хочет всевышний такой человек остается спокоен размышляет о раскаянии и говорит только со всевышним он благодарит всевышнего тут же за совершенное чудо то есть это это еще более акцентирована то есть представьте ситуацию вы не вы кто-то стоит тут машина он избегает аварии у тебя два типа реакции первый тип реакции заорать разгневаться сказать что какие вокруг все козлы и почему мне так не везет и что за всевышний вообще такого этом мире что таким козлам выдает права вообще даже без всевышнего и в этот момент человек он он как бы формирует свою реальность он формирует свою реальность с которой он остается у него всплеск адреналина и он на это эмоциональной таком накале он себе дает в самовнушение дипноз аффирмации все козлы жизнь ужасно ничего значит вообще везде опасности одни и так далее теперь второй вариант то же самое у него всплеск адреналина он говорит спасибо всевышний что ты так меня бережешь что я спасся спасибо всевышний что ты меня охраняешь на всех путях спасибо всевышний что ты мне показал какой-то знак я сейчас пойму какой знак ты мне показал ты со мной всегда разговариваешь ты же меня любишь ты меня обучаешь у меня индивидуальный урок с тобой значит наверное надо мне ездить аккуратней наверное значит и так далее то есть тут дальше значит это вот разница два принципиальных способа реакции на на неприятности в жизни один спасибо всевышнему что я ее избегал избежал второе я гневаюсь на всевышнего что ты мне ее дал ситуация одна и та же это как полупустой полуполный стакан но как ты ее как ты ее трансформируешь у себя от этого зависит твой следующий путь в жизни дальше он говорит такую вещь что и вот здесь мы опять приходим к тому что говорил раби натан из брат слова это ученик раби нахмана он говорил что чек который не верит в частное проведение частное предопределение в частное что всевышний взаимодействует с ним во всем что ничего в этом мире без воли всевышнего не происходит он отрицает всю тору человек который в это не верит и нашу религию отрицает он есть опекорос это опекорос это неверующий упомянутый нашими учителями благословенной памяти и такой человек хуже отвернувшегося от религии вообще то есть он говорит религиозный но который не верит в частное предопределение хуже того кто вообще полностью от религии отвернулся вот так написано хорошо дальше он пишет такую вещь надо радоваться каждой частичке своей участи человек верящий в частная предопределение в частное проведение да всегда радуются своей участи почему это он всегда радуется потому что творец вселенной в точности знает что лучше для души человека для его исправление для его миссии и так каждая деталь твоей жизни к лучшему, без малейших исключений, в том числе и все ошибки, заблуждения, трудности и недостатки. И все это важно. Почему? Потому что Всевышний ведет тебя к твоей миссии. И тут он пишет такую вещь интересную, что Творец мира создал для каждого человека особый собственный путь, но на него вступает лишь тот, кто верит в частное проведение, в частное предопределение. То есть есть у каждого из нас внутри божественная вот эта вот душа и божественное предопределение, как пазл в этом мире, в котором эта душа должна раскрыться и этот мир своим светом осветить. Теперь он говорит, ну как ты можешь это сделать? Вот тут вообще уникальное знание. Вот представьте, что такое Всевышний? Всевышний Творец мироздания, это источник всего. То есть из него постоянно исходит та сила, энергия, которая держит всю Вселенную, все мироздание в том виде, в котором оно есть. Вся вот эта вот махина Вселенная мироздания работает, потому что Всевышний так придумал и так ее запрограммировал, грубо говоря. Это вот всесильные, да? Что все законы действуют. И он изнутри дает этому всему энергию. Теперь душа, она на каком-то уровне присоединена ко Всевышнему. Дальше все это уплотняется, 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 уплотняется. И мы видим вот этот материальный мир, который является проекцией духовного в очень его таком уплотнении. Как то, что вы видите сейчас на экране, это уплотнение ноликов и единичек, которые летают по воздуху. У меня, например, телефон же не присоединен ни к чему. А каким-то образом он, улавливая мои движения рути и слова, он передает этот сигнал, который идет, опять же, нету интернета, это по воздуху. В квартире по воздуху долетело до вот этого вот раутера. Раутер по воздуху передал еще куда-то. И оно улетело, кто в Америки слушает, кто в Италии, кто еще где-то. То есть мы видим, что сигнал, он может видоизменяться и потом превращаться в картинку на вашем телефоне или на вашем компьютере. Теперь он говорит такую вещь, что вот тот творец мирождания, всесильный, если ты начинаешь в его отражении его замечать, то ты тогда с ним соединяешься на каком-то особом уровне и ты к нему присоединяешься на совершенно другом энергетическом духовном соединении. То есть есть коннект, например, сети, например, возьмем Wi-Fi сети. Есть одна сеть, она передает сигнал на скорости 10 мегабайт, вторая сеть 100 мегабайт, а третья сеть 10 тысяч мегабайт, она передает сигнал. И они все эти три сети могут одновременно здесь находиться в этой комнате. Теперь человек, который начинает верить в частное предопределение, в частное проведение, он присоединяется к сети 10 тысяч мегабайт. Он со Всевышним тогда заходит в такой контакт, который начинает его, этого же человека, строить, 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 оп, и он проявил свой потенциал. А другой может так всю жизнь жить нераскрывшимся, как человек, ну то есть нераскрывшимся, как есть человек, например, он тот, кто тренируется, он может стать олимпийским чемпионом, но если тот человек, который стал потом олимпийским чемпионом, он бы не тренировался, тот же самый человек, но без тренировок он не раскрылся бы. То есть он раскрывается в олимпийского чемпиона только с помощью тренировок. То же самое, душа человека раскрывается в свою реализацию своего потенциала только с помощью индивидуального контакта со Всевышним, который называется Ашгаха Пратит на иврите, а на русском это называется частное проведение. И он говорит, тот, кто верит в это частное, он называет его предопределение, но вообще правильное проведение. Значит, дальше. Такой человек всегда смотрит вглубь любого события, вглубь. Что за этим стоит? На что оно мне намекает? Если у него даже чешется глаз, он задумывается, чего от него хочет Всевышний, куда он его направляет. Если он будет поступать так во всех мелочах жизни, то непременно выйдет на предназначенную ему дорогу. И это тоже понятно, потому что внимание человека это то, что строит его жизнь. Тот человек, который уделяет внимание своим, например, вещам, у него вещи разложены аккуратно, они чистенькие и так далее. Тот человек, который уделяет внимание своим целям, у него цели достигаются. Тот человек, который уделяет внимание своему инстаграму, просматривая его, он отдает свое внимание в те каналы, которые просматривает, и его внимание превращается в деньги тех людей, чьи посты он читает. Значит, теперь, но если человек уделяет внимание Всевышнему, то есть если он в каждой мелочи видит Всевышнего, то тогда количество Всевышнего в его жизни, в его интеллекте, в нем, оно увеличивается. То есть то, куда ты направляешь свое внимание, то начинает расти. Поэтому понятное дело, что если он видит его во всех мелочах жизни Всевышнего, то непременно Всевышний ему укажет на предназначенную дорогу. А тот, кто не верит частное предопределение, тот, кто не верит в частное проведение, он никогда не доволен своей участью. Почему? Он все время боится, а вдруг к ним случится нечто ужасное. Он же не знает, что все к лучшему и Всевышний всегда благ. Ему кажется, что в мире есть несправедливость, хаос, случайности какие-то. Значит, и он приводит пример, такой жизненный, понятный пример, очень интересный. Он говорит, вот возьмем человека, верующий, да, религиозный человек, но он не верит в частное проведение. И вот его не слушается сын. Если он верит в частное проведение, то он подумает, а что Всевышний хочет, чтобы ему этим показать, что его сын не слушается, да? Значит, и он задумывается, он думает, что же Всевышний хочет мне показать? Спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему, оба ему открываются. Все же в этом мире мера за меру. И вдруг он видит, что раз мой сын не слушается меня, наверное, я не слушаю Всевышнего. Опа, он такой. И он, спасибо тебе Всевышний, и он начинает более четко выполнять все заповеди, все. Теперь посмотрим на человека, лишенного веры в частное проведение. И он, значит, его не слушается сын. Теперь, он не верит, что непослушание сына есть проявление частного проведения. А он объясняет это дерзостью сына, его дурными качествами. Он сердится на сына, ругает его. Жена вступается за сына, он нападает на жену. Так он может разрушить всю свою семью, всю свою жизнь и нарушить все заповеди Торы. Представляете? А все почему? Потому что он не верит в частное проведение. Теперь получается, что человек, который верит в частное проведение, что все это Всевышний с ним разговаривает, ему удается найти и вступить на уготованную ему дорогу. И у такого человека в жизни нет никакого зла. Вообще никакого. Все на свете лишь приближает его к Всевышнему, а значит все хорошо. То есть как это работает? Это можно только прочувствовать на личном опыте, что если ты все время связан со Всевышним, это как царь Соломон говорил в притчах, он говорил такой фразой. Беколь драхеха деелу, на всех своих путях познавай Бога, вуя жер архатеха, и он выпрямит все твои дорожки. То есть когда ты на всех своих путях познаешь Всевышнего, ты что бы вокруг ни происходило, ты в этом видишь взаимодействие Всевышнего лично с тобой, и Всевышний тебе что-то показывает, чему-то тебя обучает. То есть если ты на таком постоянном, осознанном, внимательном контакте со Всевышним, то он тебя откроет, он выпрямит все твои дорожки и откроет тебе все, что нужно. Теперь, а если нет, наоборот, он говорит, если человек не верит, что все это Всевышний, ему не нравится то, что с ним делает Всевышний. Даже если он не называет это Всевышним, он говорит, мне не нравится эта ситуация, мне не нравится то, мне не нравится это. Если он болеет, он злится. Почему я болен? А тот, кто болеет плюс злится, у него падает иммунитет, у него он вообще может впасть еще в депрессию. Если кто-то опаздывает с ним на встречу, он раздражается. И так всю жизнь он проводит в гневе и уныне. У меня недавно был случай, я из-за одной вещи, ну вот, я в последнее время стараюсь по этой книжке жить и очень-очень сильно за все благодарю, там все. И у меня внутри, у меня есть специальные часы, которые меряют стресс, уровень стресса. Уровень стресса вообще близится к нулю, слава богу. Вообще удивительные происходят вещи. Спать хорошо стал, все. Теперь, но был у меня недавно случай, когда из-за чего-то все-таки внутри я разозлился. И я прихожу, у меня внутри вот какое-то было такое раздражение, да, на какую-то вещь. А я прихожу, у меня мама, у нее деменция, она, ну, что-то помнит, что-то не помнит, все. И она, я к ней прихожу, и она тут же начинает, ее прямо вот так вот начинает, она волноваться, почему-то бояться и так далее. То есть я с ней разговариваю очень добро, ну, как вообще никак не выражаю, что у меня внутри есть на что-то там вообще на другое раздражение. Но это раздражение моментально передается. То есть она на уровне именно воспринимает эмоции. И я улыбаюсь, я говорю, мне кажется, абсолютно ровно, спокойно, но когда человек раздражается на что-то, то это тут же передается, он начинает это прям сигналить вокруг. А вокруг идут какие-то люди, у которых внутри накоплено вообще очень много зла, раздражения. Тут он запилинговал какого-то раздраженного. Он думает, что это на него. Я помню, когда-то у нас был случай в синагодии. Один парень, он все время такой, у него, ну, вот он был в гневе на всех. И он, значит, и второй такой же в гневе на всех. Они очень скандальные были, ребята. Оба скандальные, у обоих неприятности в жизни, все. И, значит, я по телефону, закончилась уже молитва, кто-то мне позвонил, я начинаю по телефону разговаривать. И один из них начинает на меня кричать, нельзя разговаривать в синагодии, там нельзя разговаривать в молитве. В это время второй, он уже возле дверей стоял. А он тоже шел с телефоном. Он поворачивается и начинает на того орать. Ты че вообще-то на себя посмотри. Все. То есть он подумал, что это ему он сказал. А он того вообще не видел, он мне сказал. Я извинился спокойно, но уже не перед кем было извиняться. Они между собой как начали ругаться, там вообще все такое. То есть человек, который в гневе, внутри, на ситуацию, он найдет себе неприятности. Написано в Торе, что гневающийся в сердце, он похож на идолопоклонника, как будто бы служит идолом. Чем это объясняется? Гнев это не согласие человека с ситуацией. Но если мы признаем идею, что всем управляет Бог, это и называется частное ажгахапрати, частное проведение, то мое недовольство ситуацией, людьми и так далее, это недовольство Богом. Но человек же так себе не говорит. Он говорит, я недоволен им, я недоволен ситуацией, я недоволен тем, я недоволен правительством. Но если ты этим всем недоволен, то ты думаешь, что у них есть какая-то возможность идти против воли Всевышнего. А значит, ты допускаешь, что есть какие-то другие силы, кроме Бога в этом мире. А это и называется похоже на идолопоклонство, потому что ты веришь, что у кого-то, кроме Всевышнего, есть какая-то сила. Понятно, да? Поэтому гневающийся в сердце внутри, он похож на идолопоклонника. Если он гневается не в сердце, а в слух, то он уже похож на идолопоклонника, плюс скандалиста, плюс еще кого-то, плюс еще кого-то. Но когда ты просто в сердце гневаешься на реальность, то ты выступаешь против Всевышнего, как будто бы. Теперь дальше. И он говорит, теперь я вам скажу самое главное. Три основы веры. Первая основа веры, что все, что происходит, реальность так хочет Всевышний. Вторая основа веры, все к лучшему. Третья основа веры, в чем намек. Важно понимать, что для каждого человека намечен особый путь. И все, что с тобой происходит, это Всевышний тебе дает намек. Понял? Молодец. Не понял? Значит все. И он говорит, согласно этому определению, кого можно назвать верующим по-настоящему в Бога? Только того, кто верит в частное проведение, в личное частное проведение. И чтобы навсегда запечатлеть это в сердце, нужно все время вместо верующих человек повторять верующий в частное предопределение, в частное проведение. Я верю, что, то есть, он такой экстремист. Не все, это, я вам скажу, это не классика. Это путь такой хасидский, бресловский, очень такой, ну, как сказать, экстремистский путь, да, в связи со Всевышним. Но он утверждает, что тот, кто не верит в частное проведение, он вообще не верующий. Вот так вот, да? Значит, и он говорит дальше, что Тора и заповеди призваны лишь углубить веру в частное предопределение, распространяющееся на каждого человека и на весь мир, в мельчайших подробностях и без единого исключения. Если у человека нет простой веры, что любой пустяк в его жизни вызван волей Всевышнего и служит его благу, тогда он лишен основы и сущности всей Торы, и к нему относятся все ужасные определения Робината на приведенные выше, что он хуже, чем неверующий и так далее. Если он верующий, но верит, что есть место или событие, которым не управляет Всевышний, то Робинатан от имени Робинахмана говорит, что этот человек хуже, чем неверующий. И говорит, это просто учение на самом деле представляет собой ключ ко всему изученному нами о благодарении, в особенности о мелких страданиях. Человек должен научиться смотреть на мельчайшие, раздражающие вещи, на все причиняющие ему неудобства и заботу, с верой в частное проведение. Все это происходит от Всевышнего, служит благу человека, и эти неврядицы нужно принимать с любовью. Тогда все приговоры смягчаются во много раз. Он говорит, смотри, можешь конечно не принимать, или принимать без любви, или вообще не принимать. Можешь гневаться, но знаешь, что этим ты просто себе делаешь хуже. А тем, что ты принимаешь это с любовью, то ты смягчаешь все приговоры во много раз. Убрать ты не можешь, потому что все, что тебе приходит, приходит как следствие твоих прошлых ошибок. Но ты можешь или, то есть коэффициент, шкала, сколько тебе придется терпеть за свои прошлые ошибки, от одного до пяти тысяч. То есть ты можешь в пять тысяч раз увеличить проблему, или же сделать проблему, минимизировать в шкала один к пяти тысячам. Вот и решаем. Хорошо, это очень сильные вещи мы изучаем сейчас, и они очень логичные. Спасибо Всевышнему за то, что нам дает возможность это все изучать, понимать и применять в жизни. И 58-й урок в книге, в сегодняшней книге, да, Равзелига Плистина. Вы для себя, кстати, напишите, что вы для себя поняли, осознали, какие-то инсайты, может, у вас были. Поделитесь ими в комментариях. Все это частное проведение. То есть, возможно, Всевышний именно с вами сейчас поговорит через комментарий кого-то, а ваш комментарий кому-то будет глазом Всевышнего. Все от Всевышнего, как вы думаете? Тогда становится понятным, да, что любой человек является посланцем Всевышнего, да? Посланцем Всевышнего. Хорошо. Значит, 58-й урок в этой книге о благодарности. Он очень практичный урок такой, прямо на каждый день. Называется Unrealistic Expectations. Нереалистичное ожидание. Значит, говорит он такую нам вещь, что у каждого человека, у человека, у которого нереалистичные ожидания от жизни других людей, у него, конечно, будет недостаток gratitude. Недостаток у него будет благодарности. Почему? Как работает? Например, он приводит пример, Рувен хочет занять у Шимана 50 тысяч долларов. И он, значит, приходит к нему и говорит, Шиман, займи мне 50 тысяч долларов. Тот ему говорит, Рувен, сори, но я тебе могу занять только 4 тысячи. 4 тысячи – это очень большая сумма. Для меня это огромная сумма. Вот 4 тысячи. Рувен ему говорит, нет, ты что, обидеть меня хочешь? Мне нужно 50, а ты мне 4 предлагаешь. И в этот момент он не то, что не чувствует к нему благодарности, он его, он его, вообще может на него даже за это гневаться, да, или там обижаться. Но все это основано на том, что у него были нереалистичные ожидания. А откуда мы знаем, что они были нереалистичные? Потому что тот ему мог дать только 4. По факту это 4. Теперь в жизни все зависит от того, насколько твои ожидания завышены от других людей или от Всевышнего. Человек, у которого нереалистичные ожидания, ему все время будет не хватать. Причем по Торе сказал нам царь Соломон, мудрейший из людей. И сейчас я изучаю в Ельском университете курс по счастью. И там приводятся исследования, которые подтверждают прям конкретно огромная выборка. Четко подтверждают то, что сказал царь Соломон 3 тысячи лет назад. Царь Соломон нам сказал, что человек, когда умирает, и половины из того, что он хотел, нет у него в руке. Если у него 100, он хочет 200. Если 200, он хочет 400. То есть сколько бы ни было у человека зарплаты, денег и так далее, ему всегда хочется больше. На каждый доллар, на который прибавляется у человека зарплата, у него появляются потребности на доллар 40. Это прямо они эти исследования говорят. И те люди, которые зарабатывают 30 тысяч долларов в год, они говорят, мы будем счастливы, если мы будем зарабатывать 50. А те, кто зарабатывают 100, они не говорят, что мы будем счастливы, если мы будем зарабатывать 50, и сейчас мы счастливы в два раза больше. Им надо 250 уже. То есть у них аппетит вырастает даже больше, чем в два раза. То есть получается, что человек по природе своей, у него нереалистичное ожидание, он все время хочет больше. Это природа человека. Теперь, если ты не понимаешь, что надо быть, если ты будешь жить в этой природе, то ты будешь всегда несчастным, тебе будет всегда не хватать, мало и так далее. То есть если ты не понимаешь, что эта природа, она просто нужна для того, чтобы мир развивался, но если ты человек, который уже поднялся на уровень духовный, то ты тогда должен быть благодарен за то, что есть. Потому что то, что есть, это как раз то, что реалистично, то, что Всевышний тебе дает. И вот если ты посмотришь на то, что есть сейчас и будешь за это благодарен, то ты получишь радость, удовольствие, полноту жизни, благодарность Всевышнему получишь еще, благодарность людям, то жизнь твоя улучшится. Поэтому приводит он пример, когда один человек жаловался ему, что школа ему уделяла мало внимания. Он говорит, вот школа у меня, плохо меня учили, вообще не додавали внимания, учителя были не очень, все. Равин говорит ему, смотри, ты можешь так, конечно, думать. То есть ты с чем вообще сравниваешь, с какой школой? Ты сравниваешь с какой-то мифической школой, которой не было. У тебя была школа, какая была. Понятно, что хотелось бы больше, хотелось бы лучше. Может и есть такие школы. Но у тебя была школа, какая была. Теперь если ты посмотришь, что все-таки ты ее закончил, все-таки ты потом получил образование, все-таки школа тебе что-то дала, он говорит, ну конечно дала. Он говорит, так теперь смотри, если ты будешь благодарен за то, что школа тебе дала, то ты будешь жить внутри с чувством благодарности, с хорошей школой, и ты будешь более счастливый. Или ты будешь неблагодарным, несчастным, недореализованным, недоделанным. И этот человек подумал и сказал, что да, говорит, действительно, мне лучше обратить внимание на те плюсы, которые мне дала школа, быть за это благодарным и жить в состоянии наполненности и благодарности. Это был его выбор. И я думаю, что вот этот простой, понятный урок, что нереалистичные ожидания, они снижают у человека чувство благодарности, и он же сам проигрывает, то есть он становится несчастным. Это очень простой, понятный урок, который нам очень поможет эту неделю стать еще более благодарными, улучшить качество своей жизни, отношения с людьми, отношения со Всевышним. И в заслугу благодарности мы получим как раз все, чего нам не хватает, потому что Всевышний знает, кому чего не хватает. Мы обычно сами перекрываем себе возможности получения. Если бы вот этот сказал ему спасибо за 4 тысячи, то может потом бы у него и больше появилось, он бы ему больше дал. А когда он типа 4 тысячи мне мало, так кто-то ему скажет, ну мало тебе, до свидания. Я тебе хотел последнее отдать, а ты неблагодарный. Понятно, да идея? Все, друзья, удачи, успехов, чтобы Всевышний в заслугу наших, нашей благодарности, чтобы закончилась война, чтобы все добрые, хорошие люди, все солдаты вернулись домой к своим матерям, женам, детям, и чтобы закончились войны, чтобы все раненые выздоровели, чтобы пленные, которые захвачены в плен, вернулись домой на этой неделе, чтобы они были живы, вернулись домой. И с Божьей помощью, чтобы в заслугу того света, который мы вырабатываем в это темное время, чтобы добро победило, а зло исчезло полностью. Все, удачи, успехов всем, до завтра. Все, напишите свои комментарии, свои выводы, поделитесь уроком. Спасибо вам огромное, что вы помогаете. Всем друзьям, партнерам, спонсорам Вайкра, огромное спасибо, чтобы было благословение на вас, на ваших детей, на ваши семьи, чтобы все, что вы просите у Всевышнего, чтобы он вам дал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok